Кровь еще сочится, потому что я сегодня на перевязку еще не успел. Пострадавший народный депутат Александр Урбанский показывает последствия ранения в ногу из травматического пистолета. Пулю врачи уже удалили, угрозы жизни нет. Инцидент произошел в Санжейке, где у политика дача. Урбанский рассказывает, что вместе с женой отправился в гости к друзьям, которые сняли комнату в соседнем мини-отеле. Сидели, общались. Внезапно появился хозяин заведения и непонятно, почему начал оскорблять компанию. В том числе и жену парламентария. Нардеп говорит, обидчик был пьян. Я его словесно попросил не оскорблять ее и, честно говоря, закрыть рот. После чего он попытался меня схватить за горло. Я поймал его руку и оттолкнул его. Там трава была, он на этой траве чуть подскользнулся. И уже не совсем из полусогнутого состояния полез в карман. Я понял, что он лезет за пистолетом, но такое характерное движение было. Явно же у него там не фонарик, потому что фонарик у него в руке был. Вот. Я ему сказал, я говорю, ты положи, но тебе не надо. Я вот договорил эту фразу и уже было два хлопка. Отель, где произошла стрельба, называется «Хуторок Узины». Его хозяин Владимир Зинченко – бывший глава Белгороднестровской райадминистрации. Полиция сообщает, после инцидента в доме экс-чиновника было найдено несколько единиц незарегистрированного оружия. Нападающий задержан. Это криминальное проведение за знаками злочину передбачено частью четвертой ст. 296 КК Украины. Это действительно хулиганство. Особость, что обрадованного, подозревается в чинении этого правопорушения, была выявлена за местом помешкания. Также было выявлено несколько единственных зарегистрированных зброек. А вот родные Владимира Зинченко утверждают, что все было иначе. И конфликт начал именно народный депутат. А еще приводят слова свидетеля инцидента, работника отеля. Он якобы видел пистолет в руках парламентария. Откуда у нардепа взялось оружие, очевидец не знает. Так же, как и возможные причины конфликта. Достоверно известно лишь то, что следствие намерено просить суд отправить задержанного Владимира Зинченко в СИЗО на два месяца.